Система построена так, что весь газ, который поступает из Российской Федерации по четырем основным газопроводам через территорию Украины, поступает на территорию Украины и дальше проходит на запад. Один из газопроводов, так называемый трансбалканского направления, проходит через территорию Молдовы. Соответственно, сеть Молдовы построена с завязкой полностью на украинскую сеть. И дальше передаяча газа происходит с помощью украинских компрессионных станций, газоизмерителей станций, которые определяют количество газа, и станций, которые находятся на территории Республики Молдова. Особенность нашей сети в том, что у нас очень запутанная сеть на территории Молдовы. Как всегда во всем. Не скажу, что как всегда во всем, но, по крайней мере, такого варианта, как у нас, в Европе нет. Мы разбирали много раз этот вариант в Европейском энергетическом совете, на НЦОГе, на заседаниях НЦОГ. Это такая организация всех операторов европейских транспортных, в мою бытность, директора Молдовы Трансгаз. И, соответственно, там таких вариантов не предусматривали. Поэтому очень долго думали о том, каким образом построить систему для третьего энергопакета. В этом был вопрос. В чем особенность нашей системы? Система заключается в том, что на территории Республики Молдовы действует в настоящее время три транспортных оператора. Это весь Молтрансгаз, это газопровод, чтобы было ясно телезрителям, это газопровод, который проходит через Урубынию, из ее территории, дальше через Унгены до Кишинева. Второе, как бы газопровод, это большая система распределительная, точнее транспортная система, которая принадлежит нашему, скажем, большому самому оператору, это Молдова Трансгаз. С несколькими точками входа-выхода. И, соответственно, есть еще один оператор, это Терраспорт Трансгаз. У него нет лицензии, но он фактически является оператором и осуществляет транспортную работу. Терраспорт Трансгаз. Терраспорт Трансгаз. Терраспорт Трансгаз.